Энрико Каррузо В детстве он пел в церковном хоре, а с 15-летнего возраста начал выступать на улице для того, чтобы хоть что-то заработать на жизнь. Первый учитель пения, к которому родители отвели мальчика, и вовсе заявил, что ребенок абсолютно не имеет голоса, и нет никакого смысла заниматься с ним. Но он глубоко ошибался. Энрико Каррузо обладал голосом, который никого не оставлял равнодушным. Многие выдающиеся композиторы того времени боролись за то, чтобы работать с певцом. Даже Джакомо Пучини, когда впервые услышал голос Энрико Каррузо, назвал его посланником Бога. Выступления Каррузо всегда были запоминающимся событием. Его голос считался одним из самых чувственных и выразительных голосов эпохи. С его выступлениями связано и несколько интересных историй. Так, однажды на гастролях в Буэнос-Айресе Каррузо стал причиной фальши музыкантов оркестра. Они не смогли сдержать слез, вызванных проникновенным выступлением тенора. Пауло Трубецкой представляет Энрико Каррузо в образе Дика Джонсона, одного из главных персонажей оперы Джакомо Пучини «Девушка с запада», чтобы раскрыть актерское амплуа знаменитого тенора. Действие оперы происходит в середине XIX века в Калифорнии, в лагере золотоискателей. Дик Джонсон – отрицательный персонаж, он грабитель и разбойник под псевдонимом Ромерес. Но в лагере он встречает свою любовь, Минни, и решает изменить свою жизнь. Однако в каньонах Калифорнии группа золотоискателей охотится за Дика Джонсоном и, конечно же, схватывает им. Именно этот момент кульминации запечатлел в своем произведении Пауло Трубецкой. Он изображает Энрико Каррузо и его героя Дика Джонсона схваченным, его руки связаны, а на шею вот-вот набросят петлю. Образ, исполненный Энрико Каррузо, так запал в душу Паула Трубецкого, что он изобразил его несломленным, уверенным, твердым. Его шаг вперед обозначает стойкую позицию. Приподнятая, неопущенная голова говорит о том, что герой не сдается. Его взгляд, смотрящий куда-то вдаль, верит, что он будет жить. Любопытен тот факт, что Энрико Каррузо совсем не имел выдающихся актерских способностей. И в этом его не раз упрекали завистники и педанты. Но за знаменитого тенора вступился Федор Шаляпин, который гневно триадой отразил подобные высказывания. За те ноты, за ту фразировку, которой обладает великий певец, вы обязаны простить ему все. За успехи, проявленные в музыкальном искусстве, Каррузо был удостоен множества наград. А в 1987 году Каррузо посмертно был удостоен премии Грэмми. Интересным фактом является то, что Каррузо стал одним из первых певцов, которые начали активно записывать свои произведения на граммофонные пластинки. В коллекции музея-собрания в фондах библиотеки звука хранятся самые разнообразные музыкальные носители. От перфорированных лент до восковых валиков и дисковых пластинок, среди которых представлены граммофонные пластинки с записью выступлений Энрика Каррузо. КОНЕЦ КОНЕЦ Скончался Энрика Каррузо молодым. Ему было всего 48 лет. Причиной смерти стал запущенный гнойный плеврит. Не смогли помочь даже лучшие американские медики. Легенду мировой оперы похоронили в его родном Неаполе, на кладбище Пьянте. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ